За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случаев заражения COVID-19. Ситуация остаётся напряжённой. Десятки тысяч людей в настоящий момент ведут непрерывную борьбу с чумой 21 века. Однако перенести COVID – только пол-дела, другое же – последствия и осложнения, которые могут проявиться как после тяжёлого течения болезни, так и лёгкого. Об этой волнующей теме наши корреспонденты поговорили со специалистами Центральной городской больницы Каспийска. Значит, осложнения, которые возникают после COVID-19, в первую очередь на сердечно-сосудистую систему в виде гипертонических кризов, но могут быть и гипотонии, в виде аритмии. На дыхательную систему развивается фиброз, как уже все знают, и обычные пациенты тоже. Следствием является дыхательная недостаточность. Следующее осложнение грозное – это сахарный диабет, как впервые выявленные, так и тот, который существует, может привести к компенсации. И редко, но серьёзное осложнение надпочечников, недостаточность. Не считая остальных, типа кожных, там бывают осложнения, грибковые осложнения. Но они тоже встречаются, к сожалению. Отрадно, что большинство пациентов понимают серьёзность ситуации и дают своё согласие на прохождение реабилитации в городе Махачкале. Однако есть те, кто всё же столкнулся со сложностями. Наша пациентка Гаджива была выписана в сентябре месяц из ковид-центра с двусторонней пневмонией. После выписки она продолжала принимать препараты и общалась и с участковым врачом. Но, несмотря на это, у неё случился гипертонический криз, усиление аритмии, она страдает аритмией. И вот с этим пароксизмом, отёком лёгких была доставлена ночью к нам в отделение. После оказания помощи состояние стабилизировалось, но на продолжение терапии продолжает у нас сохраняться. Мне тяжело было. Я кушать не могла. Я в арту горочь была постоянно. Ничего кушать не могла. Это ужас один. Очень благодарен я им. Если бы не они, я бы не выжил бы. Честно говоря, я от души серьёзно говорю, как они меня вытаскивали, меня и соседа. Несколько дней на грани. Вот сейчас уберу, потом уберу. У меня хронические лёгкие, хронические бронхи. У меня было 15%, но очень тяжело перенёс. У меня сердечник, гипертоник, диабет, всё что угодно. К сожалению, такие хронические проблемы со здоровьем чаще всего обостряются из-за коронавируса. Так же, как и болезни, касающиеся неврологических расстройств. Они могут проявляться по-разному – от слабости, головокружений и беспокойного сна до панических атак, инфарктов и инсультов. На данный момент в неврологическом отделении находится около 30 таких пациентов. Кроме того, психиатры отмечают, что нагрузка на врачей в последнее время на фоне коронавирусной инфекции значительно увеличилась. особенности. Утомляемость быстрая. Обращаются часто и с жалобами на депрессивное состояние, которое не позволяет человеку нормально коммуницировать в обществе. А главное – общаться с родными людьми, родственниками. В этой связи, наряду с постоянными конфликтами на фоне эмоциональных качелей, участились и разводы. Ну, раза в три, наверное, увеличилась, да, как минимум, обращаемость по этим вопросам. Тут же помочь должна еще семья. Тут не просто вот они заболели, тут нужно еще и восстановительное реабилитационное лечение, то есть постковид. Если эти симптомы идут более трех месяцев, то мы уже точно определяем, что это связано с ковидом. И в дальнейшем, значит, мы уже, они могут длиться там до шести месяцев, могут у кого-то более года даже продолжаться. Вот так. Избежать подобных проблем со здоровьем помогает вакцинация. Она значительно снижает риск заражения вирусом, а также облегчает течение болезни в случае заражения. Вакцинируйтесь, будьте здоровы!